Татси Блэк, Полина Рэй, Босс по обмену. Текст читает Луиджи. В голове Шаталова Владислава стучал дятел. А может, сразу два или даже три. Стук раздавался то в одном виске, то в другом, потом в затылке, следом снова в висках. Бля... Влад повернулся набок, но это не помогло. Вдобавок в рот насыпали песка, имитируя мини-пустыню Сахару, в которой последний дождь прошел пару веков назад. И никакой надежды на благословенный оазис. Шаталов все же нашел в себе силы и приоткрыл один глаз, жмурясь от яркого света, льющегося в одно единственное, не слишком широкое окно. Бля... А дважды... Его взгляд уперся в цветастый ковер на полу, метнулся на стену напротив, которая была слишком уж близко, и закрылся вновь. Просыпался в незнакомых местах Влад редко, но метко. И, видимо, именно в этот раз угодил прямо в яблочко. А главное, почти никаких воспоминаний о том, что было вчера. Или позавчера. Неважно. Важно было понять, что именно предшествовало тому, что он оказался в убогой квартирке, где попытка прикрыть нищету коврами соседствовала с крошечными размерами комнаты и полным отсутствием вкуса. Шаталов перевернулся на спину, положил руку на глаза и, сбиваясь пару раз, мысленно досчитал до десяти. В голове понемногу начинали всплывать обрывки воспоминаний. Вот они со Степаном Муринским сидят в баре. Вот разговор переходит с блондинок и брюнеток на обсуждение работы. И виски рекой. И из закуски только лед, который так и остается на дне бокалов. А потом пустота. Вообще ничего. И где он очнулся, тоже остается за кадром. А может это вообще похищение? И теперь его будут держать в этой холопе, пока не получат стребованный выкуп? Влад все же нашел в себе силы, сел на постели и огляделся. Комната с коврами никуда не исчезла, только закружилась пятнистым хороводом. Пришлось зажмурить глаза, чтобы не стошнило прямо на пол. Сотовый обнаружился лежащим на тумбочке возле кровати. Все это удалось понять, когда Влад все же распахнул глаза, борясь с приступом тошноты. Схватив телефон, он набрал на нем первые всплывшие в памяти цифры. Набранный номер оказался принадлежащим Степану Муринскому. Его давешнему собутыльнику, который мог пролить хоть немного света на происходящее. Алло! Хрипло ответили на том конце на десятый гудок, когда Влад уже отчаялся и решил положить трубку. Кто это? Степ, это Шаталов. Вопрос первый, где я? Вопрос второй, ты жив? Выдохнул в трубку Влад, сжимая переносицу кончиками пальцев. Ага, Влад! Донеслось из трубки. Я так и знал, что ты позвонишь рано или поздно. Очнулся? Да, есть такое дело, и все же, где я? А ты ничего не помнишь? Задал вопрос Муринский, и Владу стало окончательно нехорошо. Ни черта. Белый лист. Ясно. Я так и думал, что наша авантюра не сработает. Какая авантюра? Вновь с опаской уточнил Влад, строя в голове самые худшие предположения. А мы вчера поспорили в баре, что ты сможешь продержаться на моей должности месяц. Мля, только не говори, что я в Рязани, простонал Шаталов. В Рязани, в моей съемной квартире. Влад начал цепляться за обрывки воспоминаний, пролетающие перед мысленным взором разноцветным калейдоскопом, от которого затошнило еще больше. Вот он опрокидывает в рот очередную порцию виски, и перед глазами все плывет. А вот Муринский как назло начинает подбивать его на какое-нибудь безумство, как будто знает, что Влад в таком состоянии способен, если не на все, то почти на все. — И на что мы замазались? — На твою новую тачку. Интересно, что тогда поставил ты? Не без издевки в голосе уточнил Влад, памятуя о том, что если и было у Муринского средство передвижения, то какой-нибудь старенький мопед, не больше. — Дедовы часы старые. По голосу Муринского было понятно, что он не в восторге от лота, который поставил на кон. — Ну, часы можешь оставить себе, даже если я просру все к чертям собачьим. Смилостивился Влад, селись понять, что именно ему не дает покоя. Кажется, то ли сон какой-то, то ли видение. — Слушай, ты не в курсе, мне баба какая-то приснилась. Это же не просто так? — Наверное, непросто. Мы обсуждали вчера одну стерву из соседнего отдела. Ты еще грозился ее перевоспитать за неделю. — Ага. Вот мне и снилось, как я ее перевоспитываю, — усмехнулся Шаталов, но тут же поморщился. В висках пульсировала противная боль. — Так что, наши пари в силе? — с сомнением в голосе уточнил Степан. — Еще как в силе! — мрачно ответил Влад, уже предчувствуя, что вся эта затея добром не кончится. — Только скажи мне, есть ли у тебя душ и где лежит аспирин? Получив краткие инструкции относительно содержания съемной квартиры и занимаемой должности начальника продвижения фирмы Тазиков, который тут же забыл, Шаталов отключил связь и отправился на поиски душа и аптечки. Наверное, в тот момент ему стоило послать все нахрен, найти возможность уехать отсюда. Ведь добрался же он как-то до Рязани посреди ночи и вернуться в Москву. Но он почему-то этого не сделал. После душа полегчало лишь отчасти. Найденный в крохотной кухне аспирин от мигрени не избавил. Зато при Владе оказался бумажник, в котором лежало несколько золотых кредиток и ноль налички. Та самая крутая тачка, на которой он поспорил с Муринским, нашлась стоящей возле подъезда старенькой хрущевки. Значит, у него хватило мозгов или, скорее, безбашенности сесть за руль в таком виде, что он лишь чудом не убрался в какой-нибудь стол по дороге. Выходило все как-то кисло. Вчера настолько упился, что не помнил почти ничего. С другой стороны, все было не так уж и плохо. Он жив-здоров, руки-ноги целы, а месяц пролетит как один день. За это время ему нужно будет выдержать работу на должности начальника отдела продвижения, перевоспитать какую-то бойкую девицу и вернуться в Москву победителем. В общем и целом, план Шаталову нравился и не вызывал у него особых трудностей. По крайней мере, мысленно. Добраться по продиктованному Муринским адресу удалось минут через двадцать. Офис Степана находился в двухэтажном кирпичном здании, которое не видело ремонта со времен советского периода. Да и сам Влад не видел подобных домишек, наверное, с того же самого времени. Выйдя из машины, он засунул руки в карманы джинсов, придирчиво осматривая место своей будущей работы. Уверенность в том, что продержится на этой должности целый месяц, таяла подобно снегу, попавшему под палящие лучи солнца. Интересно, как сам Степан потом объяснит, что его замещал на протяжении тридцати дней какой-то совершенно левый мужик? Нет, у Шаталова были все навыки в подобном деле. И пока он добирался до офиса, успел накидать в голове несколько рекламных компаний, чтобы продвинуть на рынке продукцию, выпускаемую местным заводом. Но что делать теперь, когда почти завалился на рабочее место Муринского? Предположений не было. Решив, что будет действовать по обстоятельствам, Шаталов толкнул перед собой хлипенькую металлическую дверь, и через мгновение его окутал запах лапши быстрого приготовления, растворимого кофе и чего-то травяного, будто вязанки растений каких-то по стенам развешаны были. «Всем добрый день!» Улыбаясь во все тридцать два, бодро проговорил Влад, оказываясь в небольшом коридоре, из которого в разные стороны выходило сразу три двери, распахнутых настеж. «Прошу любить и не жаловаться, Владислав Николаевич Шаталов, временно исполняющий обязанности царя, то есть Муринского Степана Леонидовича». На него уставились три пары глаз. Две великовозрастные девушки пили чай в соседней комнатушке, третья сидела над кипой бумаг, задумчиво потирая лоб. И вот она-то, как смел надеется Шаталов, и была кандидаткой на перевоспитание. «Я с вами всего на месяц. Потому, девочки, кто угостит меня кофе, пока я еще жив?» Маршрутку тряхнуло раз, потом другой. Сцепив зубы, Карина мужественно хваталась, что из сил за поручень, и чтобы не упасть, выгибалась в столь немыслимые позы, каким мог бы позавидовать любой маститый акробат, и какие достигаются только благодаря регулярным, ежуутренним поездкам в российских автобусах по российским же дорогам.